МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждут нововведения Минагрополитики. Справедливого расследования убийства правозащитницы Ирины Ноздровской требовали сегодня активисты. Они пришли к зданию областного управления нацполиции. Спустя стутки у правоохранителей несколько версий и ни одного обвиняемого. Не разглашают полицейские и детали следствия. Митингующие призвали полицию допросить родственников Дмитрия Рассашанского и привлечь инициативную группу к расследованию убийства продолжит Александр Васильченко. Центр столицы. По одну сторону улицы люди отмечают новогодние праздники. По другую более сотни митингующих у здания полиции Киевской области. Люди требуют расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской. Какой следует пришли сюда? Поддержать, чтобы не быть следующим. Спустя время к протестующим вышел начальник областной полиции Дмитрий Ценов. Но диалог не получился. Подвела аппаратура. Пока полицейскому меняли мегафон, Ценов сообщил, что несмотря на поступающие угрозы родственникам Ноздровской, госохрану ее семье не предоставили. Если найдет такая заявка от родственников, мы сразу выставим охорону для ее семьи. Затем начальник полиции Киевской области спустился к митингующим. Активисты взяли его в плотное кольцо. Ценов сообщил, в следствии идет, рассматривают несколько основных версий. Убийство из-за профессиональной деятельности, бытовое и изнасилование. Нами отработаны больше, чем 20 камер, которые стоят по пути движения Ирины. С места работы до дома. За последние сутки в рамках дела следователи допросили уже 50 человек. Один из них сожитель Ноздровской. Его отец рассказал, сына задержали, а машину отправили на экспертизу. Допытывали моего сына, святка, сделали, не, святка, с пятого вечера, в другую ранку сегодня, сделали подозревание. Вот эта девчина, которая вела борьбу с мафией, была убита и положена, будем так сказать, напротив векон судей, бывшего главы суду, этого Выжгородского. Перед его веками это насмешка над всеми. В свою очередь, митингующих возмутило то, что полицейские до сих пор не допросили родственников Дмитрия Рассашанского, которые якобы угрожали Ноздровской. Скажите, пожалуйста, когда люди, которые угрожали, будут притягнуты? После этих слов обстановка в толпе начинает накаляться. Один из протестующих набрасывается на начальника областной полиции. Градус напряжения в толпе снижают коллеги Ноздровской. Они потребовали от полицейских привлечь к расследованию инициативную группу. Ее задача помочь найти убийц и следить за прозрачностью следствия. Полицейские согласились с требованиями активистов. В состав инициативной группы вошли 10 человек. Так же полицейские решили взять под охрану родственников погибшей. Тем временем в ГПУ заявили, убийство правозащитницы держат на контроле. Еще днем появилась информация, что на теле убитой обнаружены колотые раны. В Генпрокуратуре подчеркивают, причину смерти назовут после проведения судмедэкспертизы. В этих поранениях или в возможных следах насильства пока что информация не разголошается. Она пока что подсумывается. И уже потом в ходе следствия мы будем давать те детали, которые уже точно доведены и на которые следствие может рассчитывать, для того, чтобы раскрыть это убийство. Первые результаты расследования, как заверили правоохранители, обнародуют уже сегодня вечером. После встречи главы областной полиции в Выжгороде с участниками инициативной группы и следователями. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Приехал ли Выжгород на встречу с активистами глава областной киевской полиции? Что сейчас происходит в городе? Мы узнаем у нашего корреспондента Любови Куклы. Она находится на месте. Люба, здравствуй. Расскажи, прибыл ли Выжгород главный правоохранитель Киевской области? Какие последние новости? Я тебе слово. Добрый вечер, Катя. Собрание пока не началось. Но тем не менее, я напомню, что сегодня после митинга под зданием областной полиции здесь в Выжгороде собирается инициативная группа, которая присоединится к следователям. Будут помогать и контролировать расследование. Помимо этого, здесь целый день продолжали работать кинологи, эксперты, расспрашивали возможных свидетелей. Как уже известно, правоохранители рассматривают три версии убийства. Из-за деятельности на бытовой почве и изнасилования. Мы пообщались с друзьями Ирины. По их словам, погибших постоянно угрожали. Поэтому наиболее очевидно считают именно версию убийства. В общем, то, что Ирине погрожили, это также ни для кого не секрет. И про это говорилось и на судовых заседаниях, и про это говорила Ирина. Про это писали заявки в полицию, и было и побитие ее доньки. И до этого времени на все это закривало очи. Погрожили родители, знакомые, друзья, соседи, которые здесь живут. Но все же все точки над Ирой ставит экспертиза и допрос главного подозреваемого, отца Дмитрия Росошанского. Хотя, по данным СМИ, Семя Росошанского вчера ночью сбежала в Россию. К тому же, сегодня днем стало известно, что бывший женя убитой Ирины, Виталий Сергеев, отказался давать показания. Хотя дочка убитой уверяет в обратном. Он не отказался давать свидетельства. Он все давал, он активно сприяв следствию. Следствия его полностью на полиграфе. Все допитали, все проверили в квартире, обшук провели. Он тут непричетный. У него не было личных мотивов. Он, наоборот, нам помогал. Он хотел найти маму. И он тут непричетный. Также дочь Ирины, Анастасия, рассказала, что угрозы поступали не только ее маме, а также лично ей и ее родственникам, бабушке и дедушке. На данный момент у меня пока вся оперативная информация. Студия. Люба, спасибо. Любовь Кукла была на связи со студией. Если у нее появятся новости, мы обязательно еще раз выйдем с ней на связь. Убийство Ноздровской. Вызов для государства. Считает министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом глава МИДа написал в Твиттере. По мнению Климкина, в Украине так и не улучшилась ситуация с насилием в отношении женщин и их ролью в политике. Поэтому дело Ноздровской – это тест для всего украинского общества. На убийство Ноздровской отреагировали и на Западе. В основном это шок и возмущение. Звучат даже угрозы ввести санкции. Подробнее об этом Елена Абрамович. Новость из Украины с громкими заголовками вышла на сайтах таких влиятельных западных изданий, как BBC и Радио Свобода. Шокированы и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Написали в посольстве США в Киеве. Настаивает – виновные должны ответить за преступления. Помочь в этом решили и правозащитники. Британский финансист, глава инвестфонда Билл Браудер пригрозил, если кто-то захочет замять дело, попадет под санкции. Браудер в этом вопросе имеет опыт. Он в свое время инициировал так называемый список Магнитского. Все причастные к этому ужасному зверству должны максимально почувствовать силу закона. Если этого не произойдет, они и те, кто прикрывают их, попадут под санкции Магнитского на Западе. Санкции Магнитского предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США и другие страны, которые присоединились к закону. Назван он в честь юриста Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО. Ограничения касаются лиц, причастных к смерти. Позже авторы предложили вносить в список всех нарушителей прав человека. И даже если преступникам в деле Ноздровской нечего терять в финансовом плане, такое внимание не позволит виновным избежать ответственности, уверены юристы. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности европейской юридерой телеканала Интер. Дело запорожской банды, в которую входили четверо полицейских, передали в суд. Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. Следствие установило, что с февраля по июнь прошлого года сотрудники полиции особого назначения и два их пособника грабили жителей Запорожья. Бандитов обвиняют по нескольким статьям. Это и бандитизм, и разбой с нанесением тяжких телесных повреждений. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Директора Института агроэкологии Раста Фурдычко арестовали на два месяца. Он может внести залог в 3 миллиона гривен. Об этом сообщили в НАБУ. Напомню, его задержали при получении 300 тысяч долларов взятки в служебном кабинете. Детективы НАБУ также провели обыски у него дома. Всего Фурдычко якобы требовал у частного предпринимателя полмиллиона за использование земель фонда Академии наук. Раст Фурдычко с начала 90-х руководил лесным хозяйством во Львовской области и с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области. Российские правоохранители отпустили ранее задержанного в Москве участника АТО Олега Негоду. Сейчас, по данным СМИ, киевлянин возвращается в Украину. Тем временем, прокомментировать ситуацию с арестом украинца потребовали от России МИД. Как известно, в конце декабря украинский АТОшник Олег Негода поехал к сестре в российский Саратов и в Москве его задержали. Два обстрела с начала суток после нескольких дней перемирия о полной тишине на Донбассе по-прежнему говорить нельзя. Боевики продолжают стрелять из пехотного оружия и минометов. Сегодня били по украинским позициям в районе Верхнеторецкого и Авдеевки. Продолжит наш военкорг Геннадий Вивденко. У молодого бойца Николая было тяжелое ранение, но он снова вернулся в свою бригаду. Не может бросить побратимов под Попасной в Луганской области. Тихо не бывает никогда тут, каждый день, або днем, а вечером сидят. Так что мы до всего готовы дать бой и ждем оборону. Что-то у них свято не поддерживают, пример я тоже. Вчера так, как бы день пришел спокойно, а так каждый день, и ранком, и днем, и злочи, и стрельбы идут. Интенсивность огня снизилась, но по словам солдатов нельзя сказать, что стало совсем тихо. Рядом под поселком Новотошковское погиб украинский воин. Подорвался на вражеском мине. На Луганском направлении вот такая хрупкая тишина. Тактику, которую сейчас применяют противник, украинские военные называют уже устойчивой. Практикой прострелов. Одиночные или серийные выстрелы из стрелкового оружия. По официальным данным штаба АТО, с той стороны ведут огонь группы снайперов, наемники из Сербии. Наши соблюдают перемирие. Добре бы было, была тишина, и меньше бы было траты. Но у нас так и так тратил нема, и тут как пів року уже. И у нас все думает, добре будет. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Украина в этом году получит оборонительное вооружение от своих партнеров из Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук. Кроме того, по словам главы государства, Киев продолжит укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства. А военный бюджет в этом году составит рекордную сумму 86 миллиардов гривен. Уже завтра Украину посетит глава немецкого МИДа в Киеве. Он проведет переговоры со своим украинским коллегой. А 4 января оба министра вылетят на Донбасс. Ключевым вопросом переговоров станет роль Германии в урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсудят также освобождение наших политзаключенных. Нидерланды сегодня, как ожидается, обнародуют имена причастных к крушению малайзийского Боинга, сбитого над Донбассом. По данным СМИ, в списке имена 120 человек, которых подозревают в организации и исполнении теракта. Напомню, летом 2014 погибли 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. 80 из них дети. Генпрокуратуре уже заявили, после обнародования списка фигурантам официально сообщат о подозрении. Им также предложили добровольно предстать перед голландским судом. Молочные реформы этот год может стать переломным для жителей украинских сел. С 1 июля государство запретит предприятиям закупать в население молоко второго сорта. А его сейчас третят общего объема. Готовы ли их селяне и чиновники к таким изменениям, вынесел Андрей Анастасов. Двух своих коров, Рябинушку и Карину, Нина Астархова из села Надежда Одесской области называет кормилицами. В пенсии у бывшей медсестры 1800 гривен. Чтобы как-то выживать, женщина продает молоко перерабатывающим предприятиям. Но с 1 июля может лишиться этого заработка. Ведь закупать у населения молоко второго сорта министерство агрополитики запретило. Все для того, чтобы качество продукции соответствовало европейским стандартам. Я считаю, что это будет просто для населения убийственно. Если выразиться так культурно, что это было глупо со стороны государства нашего, так отнестись к сельскому населению. Таким, как Нина Петровна, государство предлагает объединяться в кооперативы. Ведь только в складчину селяне смогут закупить дорогое оборудование, без которого молоко до первого сорта просто не дотянет. Сейчас таких кооперативов в Украине единицы. Клавдия Пинтяк, председатель одного из них, говорит, процесс будет сложным. Во-первых, препятствовать появлению кооперативов будут молокозаводы, чтобы диктовать ценовую политику. Во-вторых, технические требования. Нужно найти помещение, нужно найти средства для закупки ванн, охлаждения молока. Вода постоянно, чтобы была теплая. И, конечно же, мини-лаборатория. Чиновники утверждают, не все так плохо. На полгода переходного периода государство предусмотрело значительную финансовую поддержку. Это и компенсация до 70% закупки и обладания. Потом это дотация до 30 тысяч гривен на фермерское хозяйство, если оно будет утворено. Это также и компенсация по залученным кредитам. Письма, где перечислены все эти преференции, на днях пришли во многие сельсоветы. Но они разводят руками, мол, государство поставило задачу создавайте кооперативы. Однако, как это сделать, до сих пор никто не разъяснил. Ну, как это? Пройти по селу, забрать всех коров в одну станцию и потом что дальше делать? Эта схема, она недоопрацована, но, может, она там разработана, но нам ее не довели до виду. Эксперт в аграрном секторе Иван Стреля считает, за полгода селяне не успеют подготовиться к новым требованиям. Нужен хотя бы год и более активная работа с населением. Иначе утверждает людям, при отсутствии рынка сбыта придется просто вырезать скот, а это будет уже катастрофой для животноводства. Вот изучить, подсказать, помочь документально оформить эти учредительные документы, потому что крестьяне сами до этого не дойдут. Им легче уже плюнуть на это все, закрыть это все и, ну, не существовать. Мы будем следить за тем, как в стране проходит процесс создания таких кооперативов. И о самых важных вещах расскажем в наших выпусках. Андрей Кровец, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Трое пострадавших и 26 автомобилей в дребезге. Таковы последствия масштабной аварии в Ривне. Местный житель на 500-м Мерседесе на огромной скорости влетел в бетонный забор. На своем пути протаранил пять автомобилей и снес 15 метров ограждения. Обломки бетона повредили еще два десятка машин. У нарушителя травма голубые, он в реанимации. В салоне его автомобиля находились еще три пассажира. Двое из них также госпитализированы. А в Червонограде Львовской области нарушителя правил дорожного движения проучили. Накануне около полуночи легковой автомобиль заехал на пешеходную зону в центре города, прямо возле новогодней елки. Водитель напугал отдыхающих, многие из которых были с детьми. Люди вытащили мужчину из машины и началась потасовка. Нарушитель в итоге все-таки сбежал, оставив свое авто. А горожане спустили ему все шины. Сегодня машину с площади убрали. Уже три тысячи иностранцев пересекли границы Украины по новым правилам. С 1 января, напомню гражданам 70 стран, нужно не только предъявить паспорт, но и оставить отпечатки пальцев. Больше половины из тех, кого касается биометрический контроль, въехали в страну через Сумскую область. Как там работает система, проверяли наши корреспонденты. В контрольно-пропускном пункте Юнаковка после праздничной затишья. За два часа нашего пребывания здесь контроль на границе прошли только пять иностранцев. Заработала инновация и в остальных КПП. Через эти пункты в общей сложности прошли более полутора тысяч иностранцев. У каждого инспекторы проверяют паспорт и берут отпечатки пальцев, чтобы внести в общенациональную базу. При последующем пересечении в пункте пропуска считываются только четыре пальца правой руки. Длится процедура от трех до пяти минут. Иностранцы в основном это россияне. На новшества они жалуются. Антон в Украину приезжает часто. Здесь у него живет жена. Признается, впервые документы проверили так быстро. Считывание прошло успешно. Позвольный документ был. На Гоптевке я проходил часа три. Пока там вся база, пока тут сейчас смотрю, минуты считываю. Это правильно. Я так думаю. Ну, каждый должен быть человек учтенным. Всего с 1 января в контрольно-пропускном пункте Юнаковка в национальную базу внесли данные о более полусотне иностранных граждан. Этой информацией планируют делиться и с другими странами, если речь будет идти о преступниках. Алиса Орлова, Анастасия Гарпенченко, Анна Валевская. Подробности телеканал Интер. Сумская область. Бельгия и Нидерланды обменялись территориями. Брюссель отдал. Соседям 16 гектаров, а вот Амстердам только три. Такой добровольный обмен уникальный случай в послевоенной Европе. Пойти на этот шаг власти вынудила река Маас. Она изменила русло и два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне Нидерландов. И наоборот, Нидерландский остров физически присоединился к Бельгии. В то же время Лондон и Мадрид из-за территории наоборот перессорились. Речь идет о крошечной британской заморской провинции Гибралтар, которая ограничится Испанией. На референдуме о Брексите ее жители проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. И Испания, которая давно претендует на Гибралтар, решила воспользоваться ситуацией. Как расскажет Алексей Пшимовский. Гибралтар раздора. Британская заморская территория рискует внести еще больше неясности в и без того напряженные переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. Лондон и Брюссель до сих пор не определились, сохранит ли Гибралтар отношения с Европой и в каком виде. Правительства страны настаивают, Британия покинет ЕС в полном составе. Гибралтар входит в соглашение о переходном периоде и переговоры по выходу из ЕС в соответствии со статьей 50-й. Все наши переговоры об условиях выхода включает Гибралтар. Мы не намерены исключать Гибралтар ни из соглашения о переходном периоде, ни из дальнейших договоренностей. Уверяю вас в этом. Но вот в Испании считают иначе. Статус территории размером в 6,5 квадратных километров – плодотворная популистская тема для каждой испанской власти. Официальный Мадрид полагает, что Великобритания незаконно отобрала Гибралтар во время войны за испанское наследство в начале 18 века. После британского референдума в Испании заявили, что готовы забрать под свой контроль Гибралтар, где большинство избирателей проголосовали против выхода из Евросоюза. Мы не должны забывать о тысячах британцев и испанцев, живущих на территориях двух стран. Эти люди и их семьи имеют право жить в стабильности. Между нашими странами было немало разногласий. Однако, надеюсь, мы сможем преодолеть их в случае с Гибралтаром. Испанские политики даже начали целую кампанию под названием «Гибралтар – это Испания» и сравнили возможное развитие ситуации с войной между Британией и Аргентиной за Фолкландские острова. В интернете то и дело появляются карикатуры, высмеивающие, как британцы будут вводить в Гибралтар войска. Однако, если территориальные претензии Испании в ЕС открыто не поддерживает никто, то право Мадрида на участие в переговорах все же закрепили. Брюссель дал Мадриду право витировать любые торговые соглашения между Великобританией и ЕС, если они каким-либо образом будут влиять на Гибралтар. Если Лондон и Мадрид все же не договорятся, ЕС грозится исключить Гибралтар из всех торговых соглашений с Великобританией. Для британцев это будет означать, что чек за бракоразводный процесс с Европой, который уже и так достиг 50 миллиардов долларов, вырастет еще. А с ним и недовольство жителей страны. Тем временем до Брекзита осталось чуть менее трех месяцев. Из Лондона Алексей Пшимызкий, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». Игорь Дадон временно не президент Молдовы. Конституционный суд страны прекратил его полномочия. А все из-за того, что Дадон во второй раз отклонил кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, которых предложил премьер Павел Филипп. По закону же глава государства имеет право это сделать только раз. Временно исполняющим обязанности президента назначат спикера парламента или премьера. И один из них подпишет указы о назначениях. Сам Дадон в ответ заявил, что решение Конституционного суда – за пределами здравого смысла. Северокорейский лидер Ким Чен Ин приказал собрать самую большую ракету в истории страны к 70-летию КНДР. Об этом рассказал человек, которому удалось бежать из Северной Кореи. Имя информатора не сообщается. Известно только, что он участвовал в ракетной программе страны и сохранил связи с высокопоставленными чиновниками КНДР. Во Франции ввели 11 обязательных прививок для детей. Инициатором выступила министр здравоохранения. До сих пор малышей до двух лет в принудительном порядке прививали только от трех инфекций – дифтерии, столбняка и полиомиелита. Отныне все французские дети должны иметь еще и прививки от гепатита, корей и других болезней. Без них ребенка не примут в детский сад. Компания по обязательной вакцинации стартует 1 июня. На что готовы желающие выпить в новогоднюю ночь? Какой эликсир молодости отыскали южноафриканские бабушки? И чем вызваны изменения в образе Ким Чен Инна? Об этом и не только в нашем обзоре. Огромные очереди образовались в американских аэропортах. В Нью-Йорке, Майами, Денвере и Сан-Франциско из строя вышли компьютеры на стойках иммиграционной службы. Поэтому путешественники, въезжавшие в США после рождественских отпусков, буквально застряли на границе. Спустя два часа неполадки устранили, а пассажиры успешно добрались домой. Северокорейский лидер Ким Чен Ин надел светло-серый костюм, а не традиционный черный, во время провозглашения новогодней речи, чтобы смягчить свой образ. Южнокорейские стилисты утверждают, что такой оттенок выбран неспроста. Ведь в серый облачаются, когда хотят отвлечь внимание от очерняющих репутацию поступков. Это подтверждают и заявления диктатора. Ким Чен Ин сообщил, что готов к диалогу с Сеулом и даже не против отправить делегацию на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Кхен Чхан. Выпить любой ценой. Жители полуострова Карамандл на севере Новой Зеландии соорудили небольшой остров, чтобы обойти запрет на распитие алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь. За его нарушения могут оштрафовать или даже арестовать. На сушеного зеландцы установили скамейку и переносной холодильник, а застолье устроили прямо в воде. Мол, запрет на них не распространяется, ведь они находятся в международных водах. Бок – жестокий спорт, но только не для южноафриканских бабушек. В Йоханнесбурге старушки с помощью боксерских перчаток поддерживают себя в форме и гонят прочь возрастные болезни. В одном из спортзалов тренировки для пенсионерок проходят дважды в неделю. Там бабули боксируют грушу, а самые смелые вызывают друг друга на ринг. Утверждают, после занятий чувствуют прилив сил. Куриный помет – как альтернативный источник энергии. По заключению израильских ученых, топливо из птичьих отходов может заменить примерно 10% угля. К тому же его использование сократит выбросы парниковых газов. Переработанный помет по текстуре и запаху напоминает кофе, а его химический состав практически точь-в-точь, как у угля. К тому же сгорает биотопливо с такой же скоростью. Не прошло и двух дней, как в Калифорнии, легализовали рекреационную марихуану. А по всему штату уже открылись десятки магазинов с дурман-травой. Отбоя от покупателей нет. Теперь в самом населенном штате, достигшие 21 года, могут покупать, транспортировать и хранить до 28,5 граммов марихуаны и 8 граммов концентрата растения. В Лондон захватили инопланетные существа, оборотни, роботы и трансформеры. Феерический новогодний парад прошел в британской столице. В шествии приняли участие более 8 тысяч человек, представляющие разные культуры и регионы мира. Акробаты, гимнасты, танцоры, музыканты, спортсмены и актеры с песнями и танцами прошествовали по центральным улицам города. В этом году масштабное театрализованное зрелище увидели сотни тысяч зрителей. 25 тысяч новогодних подарков закупили для детей в Харьковской области. Число ребят, которых нужно поздравить, в последние годы выросло. Регион принял много переселенцев из Донецкой и Луганской областей. До Рождества проведут более 170 новогодних елок. Их посетят около 100 тысяч детей. Это малыши из семьи участников АТО, дети-сироты и лишенные родительской опеки. Особый восторг у ребят вызвало представление на воде и праздничное шоу с участием Зборной Украины по синхронному плаванию. Цего речь в Харьковской области мы сборшили кількість новоречных заходов, для того, чтобы какомога больше детей долучилися до этих новоречных свят. Будем залучать и запрошивать детей и ветеранов, и воинов АТО, детей-волонтеров, детей-загиблих воинов АТО. 25 тысяч новоречных подарков было закуплено. В первую очередь они будут для детей-сирид, избавленных в откивского опеклывания, детей с инвалидностью. Новоречные святы также пройдут за участие и подаренных детей, которые достигли особенных достижений в учебной сфере. П подарки получили здесь очень красиво. Ялинка светится, атмосфера красивая. Друзям буду показывать в соцсетях, буду выкладывать. В Черновцах сегодня танцевали Деды Морозы. Флешмоб организовали несколько молодых людей, чтобы помочь двум тяжелобольным деткам. Чем удивляли местных жителей, расскажут наши корреспонденты. Маленькому Никите всего три, и сегодня он Дед Мороз. Вместе с родителями пришел на Соборную площадь, чтобы увидеть сказочных героев. Я его завучаю завжди до всього, в чому я сам принимаю участь. Поэтому пытаюсь, чтобы завжди он был вновь. Встреча с флешмобом. Несколько молодых людей решили отпраздновать наступление Нового года с танцами. В прошлом году мы пытались приготовить его заздалегідь. Но, на жаль, враховываясь, что перед Новым годом все очень заняты, и нет времени на репетиции, поэтому почти на репетиции никто не ходил. С этого года мы решили все делать экспромтом. Так что, честно, все, что сейчас мы увидим, мы впервые будем делать это. По условиям флешмоба танцевать могут только Деда Мороза и Снегурочки. Многие жители города специально к сегодняшнему празднику пошили костюмы. Человек переживает в своем жизни три стадии. Тогда, когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза, и когда он сам Дед Мороз. Так что тут уже каждому свое. Так мы уже на третьей стадии. Как бачите. И вот он, танец экспромт. Одни зрители все фотографируют, другие пытаются повторять движения танцующих. И эта акция не только веселье, говорят организаторы. Таким образом, они еще хотят помочь двум тяжелобольным деткам. На площади установили благотворительные боксы. И уже за считанные минуты удалось собрать немалую сумму. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин